Все чаще из разных регионов России приходят новости об уголовных делах за так называемую госизмену. Как это отражается в российской пропаганде, мы спросим у журналистки Маши Барзуновой. Здравствуйте, Маша. Да, Максим, здравствуйте. Есть ли какая-то шпиономания в российском телевизоре? Ну, они, безусловно, много говорят про Ивана Гершковича сейчас, причем они говорили в самом начале, потому что было видно, что никаких подробностей этого дела не слили никому. Единственное, что они использовали, это взяли с поличным. Вот эта фраза, про которую говорил Дмитрий Песков, Мария Захарова очень уверена, при этом Песков на следующий день после ареста Ивана сказал, что даже у них никаких подробностей нет, при этом продолжил утверждать, что нет, его взяли с поличным, там все 100% известно, но даже нам как бы ничего не известно, но мы доверяем спецслужбам. И там уже пошли разные домыслы, то есть, да, главным обвинителем выступил Свердловский депутат Веганер, который встречался с Иваном, видимо, Иван брал у него интервью в Екатеринбурге, и он начал уже додумывать, что там Иван снимал, наверное, какое-то оборудование. Какое оборудование, с учетом того, что его задержали в ресторане, где он, цитируя пропагандистов, ждал стейк в этот момент, и какое тогда может быть поличное. Ну, в общем, никаких подробностей, но, конечно, из него пытаются сделать такого Джеймса Бонда, прямо, или как был заголовок на России 24, «Волк с Уолл-стрит». И, конечно, когда я на это смотрю, и мы, близкие друзья Эвана, смотрим на это, ну, это сюр и абсурд, потому что мы очень хорошо знаем нашего друга. И тот образ, который пытаются из него построить, никак не связан с тем, кем он является на самом деле. Давайте я скажу для наших зрителей, что вас в свое время признали иностранным агентом ровно потому, что вы разделили счет с Эваном Гершковичем в баре. Да, да, так получилось. Меня признали за два перевода, если быть точным. Один перевод от моей коллеги, которая раньше работала на «Дожде» на 10 тысяч рублей там за какой-то промежуток времени в сумме. Мы там делили, собирали деньги на подарки другим коллегам, заказывали вместе обеды, как это обычно бывает. И за 1290 рублей от Эвана Гершковича, потому что, ну, мы часто ходили куда-то вместе, мы ближайшие друзья, и, понятное дело, что очень часто делили чек вместе. И он не за что-то перевел деньги, и да. Может быть, тогда вы скажете, почему Эван решил остаться работать в России, несмотря на то, что, в общем, действительно тучи сгущаются над журналистами, сами Соединенные Штаты рекомендовали своим гражданам покинуть территорию России. Почему Эван продолжал работать? Ну, для него это было очень важно. Мы с ним регулярно обсуждали риски, мы с ним обсуждали, что самый худший сценарий... Мы понимали, что в России происходит безумие, и понимали, что может произойти все, что угодно, но мы думали, что с аккредитованным журналистом, который работает публично, крупнейшей американской газеты, но самый худший сценарий, это то, что мы уже видели с другими западными журналистами, это отзыв аккредитации и депортация. И мы это с ним обсуждали. Он говорил, что ему очень важно оставаться в России. Эван работал в России с 17-го года. Поработал в нескольких изданиях уже, в Moscow Times, в Jones France Press. Потом он очень хотел перейти в Wall Street Journal, мы с ним постоянно обсуждали. Он очень нервничал, и когда он наконец-то занял эту позицию, для него это было прям очень важно. И он говорил, что несмотря на риски, я хочу оставаться, потому что я считаю важным рассказывать, что происходит в стране, которая воюет сейчас с Украиной. И он постоянно, когда он мне писал, я иду в Россию, я даже ему писал, что вот я тебе завидую, потому что я не могу поехать в Россию поработать. При этом он и мне рассказывал периодически, и Wall Street Journal публиковали эту информацию, что он знал, что за ним следят периодически в командировках, что какие-то люди его снимают на камеру. И он отвечал на это, что я работаю публично, я работаю открыто, и мне нечего бояться. То есть все мои действия на виду, я публично договорюсь об интервью, но, как мы видим, это не спасается. Мы понимаем, как это все подается в российской пропаганде, в российских средствах массовой информации. Насколько это важное событие для англоязычного мира, для Соединенных Штатов? Там об этом говорят? Да, безусловно. Буквально вчера я смотрела вечером CNN, и там было интервью шефа бюро Financial Times в Москве, и нашего друга Макса Седдена, который рассказывал про Эвана. И, конечно, видно, что Соединенные Штаты, власти американские, они как бы в приоритетном порядке реагируют на эти новости, потому что вчера Эван был признан так называемым «run fully detained», это такой статус неправомерно задержанный, да, это формальная процедура, но обычно для признания нужно намного больше времени, не две недели, а два месяца, к примеру. Тут это произошло в ускоренном порядке до того, как, даже, как мы понимаем, американский консул посетил Эвана, и это говорит о том, что дело Эвана сейчас будет передано в специальный отдел при Госдепартаменте, который занимается как раз вызволением американских граждан, заложников, по сути. То есть Эван признан как бы заложником, и сейчас это может ускорить какой-то процесс обсуждения обмена, его освобождения и так далее. Вообще, я помню, когда появилось дело Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене, это была новость главная на много месяцев. Сегодня таких дел сразу несколько. Например, наш коллега Владимир Карамурза, он и журналист, он и политик. Что вокруг этого дела? Насколько, на ваш взгляд, тут вы видите что-то необычное? Ну, понятно, что сейчас эти дела, из того, что я вижу, они идут как под конвейер. То есть они рассматриваются очень быстро. Это не какой-то двухлетний процесс, когда разбираются доказательства. Потому что Сафронова, давайте напомним, там два года. Да, да, да. То есть приговор был в прошлом году буквально. И задержали Ивана, по-моему, в 2019, если я не ошибаюсь, году. То есть достаточно большое количество времени это заняло. В октябре, по-моему, Карамурзе предъявили обвинение в госизмене. И сейчас уже будет 17 апреля приговор. То есть все очень быстро. Это такой конвейер. Никто особо не заморачивается публичностью процесса, каким-то расследованием, доказательством вины. Потому что обычно доказательства для чего предоставляются? Чтобы сформировать какое-то общественное мнение. Сейчас этого делать не надо. Поэтому все проходит очень быстро, как конвейер. А об этом деле что-то говорят на федеральном телевидении? Достаточно мало. Вообще про таких, скажем, внутриполитических врагов российских властей говорят достаточно мало. В основном, конечно, это международная повестка. Но, как я и сказала, что про Ивана тоже говорили первые несколько дней. И потом повестка сменилась, потому что им особо нечего говорить. Но им ничего не дали. Они ничего не говорят. И дела против российских оппозиционеров именно, они вообще как бы особо не афишируются и не обсуждаются. То есть как бы в случае с Эваном, там сразу пропаганда начала говорить об обмене. То есть они сразу начали сами говорить, что, конечно, несправедливо будет сгноить в тюрьме американского шпиона, поэтому сейчас будет процесс, будет приговор, и вот мы уже начнем обсуждать. То есть они сами про это говорят, и поскольку это международная повестка, они это обсуждают, а внутренняя повестка не стоит как бы у них. А о чем они сейчас говорят больше всего? Есть ли какое-то ощущение, что к чему-то хотят мобилизовать, подготовить? Ну, это в целом такая стратегия уже давно достаточно идет, про то, что мы должны объединиться перед общей угрозой. И когда была объявлена частичная мобилизация, мы помним, что тот же самый Владимир Соловьев чуть ли не призывал расстреливать военкомов и говорил, что те, кто нарушают правила мобилизации, должны быть наказаны. Одного военкома потом действительно застрелили. Да, практически сразу. И спустя какое-то время Владимир Соловьев уже начал говорить, что те, кто не хочет идти воевать, те, кто уклонист и так далее, все они враги России, трусы и предатели. То есть повестка в этом плане сменилась. Нет оснований защищать сейчас незаконно мобилизованных. Наоборот, все должны мобилизоваться против угрозы, сатанизма, как они говорят, Запада и так далее. Но если говорить, опять же, о внешних угрозах, Финляндия вступила в НАТО. Как это объясняет российская пропаганда? Потому что, вообще-то, я напомню, изначально война в Украине затевалась для того, чтобы не допустить расширения НАТО. Что и произошло в итоге, да? Но обсуждается, что Финляндия от этого проиграла. Что раньше она была страной, с которой можно разговаривать в плане и Соединенные Штаты уважали их как независимую страну, которая сохраняет нейтралитет. А сейчас они где-то там такие же, как Эстония, Литва, Латвия. Никто с ними считаться не будет. Что они продались. И очень интересный аргумент, что в 60 минутах один из экспертов сказал, что партия премьер-министра нынешнего Финляндии проиграла, ровно потому что жители Финляндии на самом деле против вступления в НАТО, а она как бы в НАТО страну и привела. Но только они умолчали, что на самом деле партия консервативная, которая выиграла ее лидер, и они как раз призывали не откладывать вопрос вступления в НАТО. И если посмотреть цифры, после вторжения России в Украину, как раз в Финляндии очень возрос запрос общества на вступление в НАТО. Мне интересно еще, как пропаганда реагирует, особенно на таком уже довольно длинном двухнедельном этапе, трехнедельном этапе на историю с детьми и с объявлением Путина в международный розыск. Потому что, как ни крути, но детская тема, всегда пропаганда использовалась, всегда показывала, что мы защищаем детей и так далее. Вдруг обвинение по такому вопросу. Как пропаганда с этим справляется? Но они продолжают утверждать, что Россия защищает детей. Самое, пожалуй, абсурдное выступление было у официального представителя МИД Марии Захаровой, у Владимира Соловьева. Она давала большое интервью, и она начала просто рассказывать, что украинские дети... Она вспомнила, что брат судьи Международного уголовного суда был осужден за то, что он когда-то давно приставал на вечеринке к 16-летнему парню. И она сказала, что на самом деле Россия прервала планы западного педофильского лобби, потому что этих украинских детей якобы должны были вывезти туда. Потом она предположила, что помимо этого Россия предотвратила продажу детей на органы. То есть там какие-то безумные аргументы, которые никак не укладываются в адекватную картину мира, не подкреплены никакими доказательствами, но просто она пыталась набрасывать вот такие разные истории и подтверждать им, а вдруг что в этот раз было так же, что на самом деле Россия спасла этих детей. И это, собственно, основная позиция пропаганды, что вот, смотрите, мы спасаем... А что их надо было там бросить, спрашивает пропаганда, под бомбежками, не говоря о том, кто эти бомбежки устроил. Да, может быть, не стоило устраивать бомбежки. Да, может, не стоило устраивать бомбежки. Но и они, конечно, умалчивают, что у многих из этих детей есть родители или родственники, с которыми они были разделены войной. И мы знаем публично такие истории. Например, была такая история в Мариуполе, когда не прошел отец в фильтрационные мероприятия, его отправили в колонию, а его детей отправили в Крым, где там настойчиво предлагали согласиться на усыновление. И просто им очень повезло, что отец смог освободиться и забрать в итоге своих детей. Сколько таких историй еще? Ну, наверное, много. Они же говорят, что это были никому не нужные дети, и Россия их спасла. Маша, а вот такие истории от Захаровой продолжают работать? Как вы оцениваете? Я понимаю, что вы не можете залезть в голову аудитории, но помните, как когда-то мы вообще смеялись над пропагандой, и только смеялись. И только, наверное, потом стало понятно, что это работает. Продолжает работать? Мне кажется, сложно говорить, продолжает ли работать, но при этом мы знаем, мы можем говорить просто, что по опыту конспирологические какие-то истории, которые подкреплены разными фактами, не бьющимися друг с другом, но при этом создающие какую-то вот такую большую конспирологическую историю, много кто увлекается такими вещами. Да, то есть мы можем по опыту просто смотреть по другим историям, там, допустим, взять тот же коронавирус, да, когда разгоняли эту историю про чипизацию через вакцину, про то, что Билл Гейтс создал коронавирус, и это тоже проникало у нас на федеральное телевидение, и ты смотришь, ты смеешься и думаешь, что это абсурд. А на самом деле потом ты понимаешь, что достаточно большое количество людей, я не буду говорить большинство, я не знаю, большое количество людей поддаются влиянию таких конспирологических теорий. Но, опять же, если говорить о той же Маргарите Симоньян, которая часто детскую тематику в своих мыслях, которые она высказывает на телевидении, использует, вы замечаете у таких персонажей какое-то изменение их риторики, изменение набора их тезисов в последние недели-месяцы? Но Маргарита Симоньян, конечно, очень сильно отличается вообще от других пропагандистов, потому что она пытается играть в такой спокойный голос разума. То есть вот она сидит обычно, ее привычная поза, она сложила руки на груди, и она спокойно, пока там все эксперты кричат, она спокойно разъясняет, что происходит на самом деле. При этом мы делали выпуск, как менялась ее позиция как раз. И надо сказать, что она до сих пор говорит, что про то, как она говорила про цели, как они менялись, что сначала парад в Киеве, сейчас она уже говорит, что цели не надо озвучивать, и их не озвучивают специально. И как бы с перевода, с пропагандистского на обычные, это значит, что как бы сможем захватить, то и захватим, то и будет нашими целями, примерно, говорит Маргарита Симоньян. Про то, как она рассказывала, у нее спрашивали, ну, может быть, начнем пожестче уже бомбить критическую инфраструктуру Украины. Она говорила, нет, мы никогда так не будем делать, потому что это наши люди там. Через два дня она уже говорила, а почему мы не бомбим критическую инфраструктуру Украины? Но она говорит это настолько спокойно, в отличие от многих, что она пытается логически выстроить свою речь, несмотря на то, что ты, если откроешь ее прошлые эфиры, ты поймешь, что это не поддается логике, и она противоречит сама себе. Что касается ее риторики в последние именно месяцы, сегодня я видела у нее прекрасный пост в связи со всеми этими электронными повестками и так далее. Она написала, что... А почему бы нам... Там же повестка в том числе будет на госуслуги приходить, да, и начали призывать удаляйте госуслуги, на что Маргарита Симоньян, которая, я напомню, защищала права мобилизованных, права были нарушены при частичной мобилизации, так называемой, она написала, а почему мы не сделаем так, чтобы аккаунт на госуслугах был так же обязателен, как получение паспорта? То есть вот такая риторика у Маргариты Симоньяна. Удобно. Последний вопрос. Главная тема этой весны, наверное, если мы проанализируем вообще все медиа, это, точнее, главное слово, не главная тема, главное слово, это контрнаступление. Как оно звучит в пропагандистских медиа сейчас? Ну, конечно же, оно обсуждается, обсуждаются эти слитые документы, при этом по-разному, я читала разные мнения, что, конечно, есть и те среди российских пропагандистов, кто говорит, что специально слили эти документы, что это такая утка. Да, но в любом случае какие-то, если в телеграм-каналах, как всегда, мы можем прочитать какие-то, что вообще-то надо к этому относиться серьезно, то для массового зрителя говорят, что ничего не получится, да, у Украины, и что Россия готова, крепко держит, я цитирую, рубежи, и все будет хорошо. Ну, то есть вот примерно так. Но это в целом характерно для федерального телевидения, потому что они в целом всегда успокаивают и не вдаются в детали. То есть если мы посмотрим репортажи военных корреспондентов, то они просто повторяют, что все идет по плану. А на самом деле ты можешь посмотреть и узнать, что, например, вот точка, с которой они ведут репортаж спустя год после начала войны, полномасштабного вторжения, ровно с этой точки и начиналось. Но при этом военный корреспондент тебе говорит, что российская армия идет вперед. И это то, что происходит на федеральном телевидении всегда, по любым поводам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok